Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня в видео мы поговорим о том, как купить криптовалюту Ripple XRP. Я расскажу от начала до конца, что именно тебе нужно, чтобы купить XRP. Поговорим о необходимых документах и затронем небольшое обучение по торговле XRP. Если до этого ты никогда не покупал криптовалюту, например, биткоин или XRP, то для начала тебе нужно будет найти брокера или биржу, которая позволит тебе положить на свой счет некоторую сумму фиатной валюты. Например, доллары, евро, фунты, рубли, гривны и так далее. И уже затем провести обмен этой валюты на XRP. Существует множество прекрасных бирж, на которых можно купить XRP. Для того, чтобы зарегистрироваться и иметь возможность купить XRP на этих биржах, тебе необходимо иметь определенный перечень документов. Вообще, для каждой биржи свои требования, поэтому проверяй конкретно для той, которую выбрал ты. Я буду говорить о бирже Binance. Прежде всего, при регистрации используй свое настоящее имя и фамилию, так как они должны совпадать с данными твоего банковского счета, с которого ты будешь осуществлять перевод средств. Также тебе может понадобиться адрес, телефонный номер, паспорт или ID-карта. Для разных стран документы, подтверждающие личность, могут отличаться. Однако на некоторых биржах документы могут и не требовать, если твой суточный оборот меньше 2 биткоинов. Ссылку на регистрацию на бирже Binance ты найдешь в описании под видео. Да, я знаю, ты наверняка слышал, что торговля криптовалютой может быть абсолютно анонимной, и это правда, но не в том случае, если ты хочешь сделать перевод при помощи фиатной валюты и купить, например, XRP. Здесь придется использовать централизованную биржу, а значит пройти процедуру под названием «Знай своего клиента». После регистрации обязательно активируй двухфакторную аутентификацию для своего аккаунта. Итак, теперь ты зарегистрирован на бирже, и у тебя есть два способа, с помощью которых ты можешь купить криптовалюту. Первый – это использовать очень дружелюбную и простую услугу обмена на биржах по типу Binance или Bybit. У меня есть аккаунты и там, и там. Я считаю, что они удобные и имеют множество опций. Использование услуг биржи очень простое. Кладешь на счет фиатную валюту, затем у тебя есть возможность выбрать комиссию, которая будет удержана за транзакцию, и, наконец, ты сможешь выбрать криптовалюту, которую ты хочешь купить. В нашем случае это XRP. За простоту обмена ты заплатишь немного выше обменного курса. В этом нет ничего страшного. Возможно, комиссия добавит около 1% к обменному курсу. Проблема этого способа в том, что у тебя нет возможности контролировать курс, за который ты купишь эту криптовалюту. Поэтому, возможно, тебе захочется шагнуть вперед и использовать более профессиональный способ. Каждая биржа предоставляет более продвинутый торговый сервис, с помощью которого ты можешь попасть на живые торговые криптовалютные площадки. Прямо на этой бирже. Там ты можешь торговать напрямую с другими участниками рынка. Этот способ намного дешевле. Однако этот вариант немного сложнее и требует как минимум средних знаний о том, как торговать криптовалютой. Поэтому, если ты новичок, первый способ для тебя будет приоритетнее. Теперь давайте поговорим о способах приобретения. Есть два варианта покупки криптовалюты XRP, да и остальной тоже. Первый – это обычная покупка при помощи банковской карты. Каждая биржа имеет такую опцию, и это самая простая опция. Но в то же время и самый дорогой путь покупки криптовалют. Обычно комиссия составляет от 1,5% до 3,5% за транзакцию. Однако, с другой стороны, это самый быстрый и простой путь получить криптовалюту, например, XRP. Поэтому, если ты очень спешишь, то вполне можешь использовать этот способ. Ссылку на покупку XRP с помощью этого способа именно на Binance, ты найдешь в описании под видео. Второй вариант – это банковский перевод. Ты можешь просто указать свой банковский счет уже в самой учетной записи биржи, будь то Binance, Coinbase или Kraken. Большинство сервисов даже не берут комиссии за банковские переводы. Однако, банковский перевод требует от вас немного времени для полной настройки. Но это все равно намного дешевле, чем купить просто через карту. И еще один, третий секретный способ, который разблокируется только тогда, когда ты пройдешь босса. Чтобы пройти босса, нужно подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Поздравляю, ты прошел босса и теперь получаешь третий способ. Это покупка XRP с помощью моего сервиса ExchangeSumo.com. Это мой собственный мониторинг обменников. Здесь тебе нужно просто выбрать направление обмена. В нашем случае это, например, Сбербанк, Ripple XRP. В списке обменников рекомендую выбирать обменник с большим пальцем вверх. Это обменники, которые покрывают гарантия с моей стороны на суммы до 300 долларов. Далее, думаю, разберешься. Заполняешь все поля, пишешь желаемую сумму, проводишь операцию и получаешь свои XRP. Опять же, перед этим лучше зарегистрировать либо счет на бирже, либо какой-нибудь кошелек, куда эти XRP отправятся. Про кошельки я тоже расскажу в этом видео. Если ты живешь в США, то разочарую тебя. Ты не сможешь купить XRP до тех пор, пока он не решит свои проблемы с СЕК. Однако за пределами США XRP легко покупается на любой бирже. Когда у тебя уже есть XRP или любая другая криптовалюта, нужно позаботиться о ее безопасном хранении. Это, пожалуй, самое важное. Когда ты покупаешь криптовалюту на бирже, это означает только одно. Ты не имеешь особого контроля над своей криптовалютой. В обычное время это не играет роли, и людям с небольшим количеством крипты даже не нужно думать об этом. Но если ты покупаешь криптовалюту на существенную сумму и на долгое хранение, то, возможно, пора рассмотреть другие варианты кошельков. Например, мобильный кошелек или же так называемый холодный аппаратный. Ты можешь скачать на свой телефон кошелек от Binance, Trust Wallet или кошелек от Coinbase, либо другие подобные кошельки от других бирж. Мобильные кошельки это еще один слой дополнительной безопасности для твоих криптомонет. И самое главное, они дают тебе реальное право владения. Так как именно ты являешься владельцем приватных ключей от кошелька. Приватные ключи это своеобразный пароль, который дает тебе возможность потратить свои монеты. Так как ты лично владеешь этими ключами, хакерам намного тяжелее украсть и завладеть твоими монетами. В отличие от счетов на аккаунтах биржи. Однако с мобильными кошельками все еще есть некоторые проблемы. Поэтому на сегодняшний день самый безопасный способ хранения криптовалюты это, конечно же, холодный аппаратный кошелек. Такие кошельки похожи на небольшие USB флешки, которые предоставляют тебе приватные ключи, либо же пароль, который очень сложно взломать. Также этот кошелек позволяет хранить твои монеты в полном офлайн режиме, без подключения к интернету. Что означает, что тебя фактически невозможно взломать. Если ты покупаешь небольшое количество криптовалюты, я бы не рекомендовал покупать такой аппаратный кошелек, потому что это просто нецелесообразно. Но если ты решил серьезно инвестировать и держать криптовалюту в долгосрочном варианте, то это лучший и самый безопасный выбор. Все, что тебе нужно сделать, это перевести свои токены с аккаунта биржи на аппаратный кошелек. Это были основы по покупке XRP и другой криптовалюты. Я оставлю ссылки на биржи и кошельки в описании под видео. И если ты впервые здесь, на этом канале, обязательно подпишись. Здесь выходят регулярные видеоролики о криптовалюте и мире финансов. А меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Комментируй, делись видео с друзьями. Обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»